вот такое приложение я думаю все видят сейчас эти данные будут очень и очень приблизительно к настоящей демитрии где-то близко lada grante sport 116 лошадиных сил двигатель разменяется где-то такое же время до сотни плюс-минус хиндай солярис слабее а всем привет сегодня у нас будет него и сейчас я хочу подвести уже скажем так какой-то итог по ней потому что мы автомобили же практически весь законченный как в проект имеется ввиду и сейчас я буду делать замеры и на 402 метра и также от 0 до 100 значит делать будем замер в двух режимах первый режим это off второй режим это один бар off у меня 04 хотел показать что я буду делать свои режимы путем замены трубок так как у меня кнопка вот сейчас кнопка она не подключена но в этом положении это у меня идет off режим в таком положении это у меня уже один бар идет в общем пока она не подключена я буду делать я покажу как это вы делается данный момент у меня надета над на турбине с клапана напрямую шланг . видео вы видите на экране значит сейчас мы едем делаем замер и также хотел еще добавить что после замены сцепления у меня автомобиль стал намного стабильнее лучше ехать в том плане что я уже перестал замечать просадку по надуву в общем это объясняется очень просто я разговариваю с чеком грамотным в этом плане он сказал что даже на многих машинах которые замеряются на стендах по мощности их специально грузят мешками с песком ось загружаю чтобы они не уходили в букс таким образом под нагрузкой турбина как бы лучше дует что такое в общем поэтому получается у меня при буксе сцепления соответственно чертая передача просаживалась надув в основном такая из того что падала нагрузка на двигатель то есть буксовое сцепление надув падал сейчас этого ничего нету поэтому у меня будет один бар этот бар будет идти от начала до конца ну что ж поехали на трассу сейчас мы приехали на нашу дорогу на трассе вот такое приложение я думаю все видят сейчас я коннектюсь и буду типа замерять это приложение точнее само приложение это сам прибор довольно таки точный по телеметрии если брать поэтому скажем так эти данные сейчас у спутники ищут эти данные будут очень и очень приблизительные к настоящей телеметрии в общем у меня стоят забитые параметры уже в этом самом приборе на 402 метра и 0100 поэтому сейчас я еду приезжаю на это же самое место и мы смотрим с вами результат вместе вот уже замер как вы все видели 0 4 бара получилось 16 81 это у меня 402 метра и 9 89 разгон до сотни я посмотрел какие же машины разгоняются где-то до сотни такое же самое время получается что где-то близко лада гранта спорт 116 лошадиных сил двигатель разогоняется где-то такое же время до сотни плюс минус немножко быстрее будет лада калина nfr и где-то рядом еще volkswagen polo 14 turbo хендай солярис слабее она с 10 не выезжает и где-то там принципе вот это результаты больше я не брал сравнения потому что список может быть очень большой теперь я покажу конечно же сейчас мы представляем наш скажем так механический boost контроллер как я уже показал вот трубка которая была подключена напрямую я ее просто отсоединяю и отсоединяем трубку и подключаю вот эту вещь короче в общем я еще раз просто напомню что это такое это трубка идет которая скидывает воздух в этот кран а кран скидывает воздух уже в атмосферу таким образом мы даем возможность раздуваться больше турбине вот таким вот образом я подключил свой клапан ну видно что вот он идет сюда тут шарик стоит с пружинкой дальше он идет уже на сам который открывает клапан который открывает тяжку толкает ну и ограничивает открытие этого клапана этот краник очередь странник получается он скидывает воздух просто в атмосферу значит сейчас я проверю конечно но должно быть ровно барута бывает там закидывают один и один правда но один один не держится в общем я считаю это бар поэтому сейчас я проверю если будет бар я делаю замер только что проверял у меня не получилось сделать бар потому что там я начал корректировать попадал в 1,5 в 1,3 в общем сейчас я попал в 1,1 просто уже не могу поймать этот бар и все бар будет у меня при настройке уже через кнопку сейчас делать буду замер при 1,1 бар и вот мы проехали второй раз уже был замер на 1,1 бар получился такой результат но как вы видели я на видео может быть оно кажется что было грубовато но я старался сцепление отпускать при старте не сразу а чтобы не было толчка по нему то есть немножко придерживал сцепление и давал ему плавный ход в общем лаунча также у меня лаунча нету соответственно максимальный результат этой машины был бы чуть-чуть лучше но даже то что есть что я сейчас скажу мне тоже очень очень подходит в общем при 1,1 бар избытка 402 метра получилось 15 82 разгон с 0 до сотни вышло 8 28 я также полазил посмотрел какие машины едут до сотни такое же время получилось что nissan murano 3.5 автомат едет до сотни 8 и 2 секунды допустим opel astra turbo 1.6 едет до сотни 7.9 чуть быстрее ну больше я опять же не смотрел то есть для примера я взял nissan murano кроссовер большой кстати считается что она очень неплохо едет вот ну как в других кто на них ездит по крайней мере вот ну и собственно говоря теперь мы знаем как едет эта niva в принципе не зная времени я считал что она очень классно едет теперь я узнал время я понимаю что это слабее чем моя восьмерка даже при самых плохих вариантах как когда я не включаю передачу и так далее но тем не менее нива она стабильная она при этом маленькой маленькой турбине показывает как какой и должен быть результат в принципе эти нивы быстрее не ездят а также хотел еще добавить что в будущем не предстоит менять передние кулаки а это не предстоит уже делать на ниве ставить такую вещь это будет отдельное видео я покажу и расскажу какие были там нюансы но мне достались кулаки в сборе я думаю что буду собирать их по отдельности но они достались мне сборе поэтому мне немножко будет с этим проще ну а так я считаю что автомобиль уже как проект с ним уже ничего делаться не будет ездить она будет в основном 0 4 бара и как как вы видели при ночь 4 бара она выезжает с 10 секунд до сотни а на этом я со всем прощаюсь всем удачи и пока заходи к темычу в гости зачем это там спрятался здесь за камышами привет и вот опять мы кота достались под капота некоторые убежали достался маленькая мардашка малыш что вы там делаете что боитесь воды да с утра пришел и кто 4 вообще сидела ну и сейчас вот смотри он там выходи не бойся воды уже нет на улице заходи не бойся выходи не платью издеваются издеваются сюда его отпустим и обратно сейчас он опять под капот рассказывай давай создал свой канал в телеграме кому интересно переходите по ссылочке подписывайтесь там музыка как бы свежая обновляю частенько сказал самое главное что для себя ждем но это для себя это моя музыка которая себя мыши не слушаю да там особенно для сабвуфера такой интересности кому сказал что на то и сказал давайте мы сейчас твою машину проверим и а теперь уже тоже всем пока